Как известно, в онкологии используются три основных метода лечения. Это хирургическое лечение, это лучевое лечение и это химиотерапевтическое лечение. Я, как химиотерапевт, хотел бы остановиться на последнем из перечисленных. Это химиотерапия. Химиотерапия – это системное лекарственное воздействие на опухоль и ее отдаленные проявления, то есть метастазы. Мы имеем дело с очень опасным агрессивным врагом, который называется рак. И действовать, с моей точки зрения, против него нужно такими же способами, агрессивными. Нужно вовремя назначать химиотерапию, быть готовым к ее каким-то сопутствующим осложнениям, вовремя знать о том, когда они могут возникнуть, что нужно назначить для того, чтобы их максимально нивелировать. В нашей Юсуповской больнице созданы все необходимые условия для того, чтобы пациенты могли получать качественную и своевременную химиотерапевтическую помощь. Химиотерапия может проводиться здесь как в амбулаторном, так и в стационарном режиме. И все зависит от того, какую схему мы собираемся пациенту назначить, либо от того, с какой назначенной кем-то схемой он к нам уже поступил. Потому что ни для кого не секрет, что часть пациентов обращается в другие клиники, они могут приходить к нам из каких-то других содружественных нам, так сказать, лечебных учреждений. Кроме того, мы проводим разнообразное симптоматическое лечение и нутритивную поддержку. Потому что очень часто пациенты обращаются к нам тогда, когда возникли экстренные побочные эффекты и нужно какие-то меры принимать. В нашем отделении мы способны это сделать практически в полном объеме. Продолжение следует...